В случае, если попытка была произведена не вами, скажите нет и ожидайте на линии для связи со специалистом. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует финансовый отдел Сбербанка, меня зовут Резонова Виктор Александрович. Операцию по смене финансового номера вы не подтвердили? Укажите, по какой причине? Ну еще раз. Операцию по смене финансового номера вы не подтвердили? Укажите, по какой причине? Нет, номер не менял я. Не меняли. То есть фиксируем это как действие третьих лиц, мошенников, правильно? Погромче говорите. Говорю, фиксируем это как действие третьих лиц, мошенников, правильно? Да. Хорошо, подскажите, пожалуйста, доступ к мобильному приложению вы никому не передавали? Друзьям, родственникам? Только у меня нет мобильного приложения. А, у вас только как? Я только на компьютере, только на компьютере я захожу. Я вас понял. А вы сейчас дома находитесь? Нет, я тут, поэтому пол сидит. Я вас понял. У вас только дебетовая карта нашего банка открыта, верно? Нет, разные есть. Дебетовая, кредитная, разная. Так вы же не знаете, что вы не знаете. У вас там не отображается? Ну, у меня отображаются две карты. Я просто вас спрашиваю. Что вы пользуетесь только дебетовой картой? Кредитная вы не пользуетесь? У вас она есть, но не пользуетесь, правильно? Да пользуюсь я, всем пользуюсь. Той, той. Просто я кредитную пользуюсь и загашаю сразу. Я вас понял. Хорошо, подскажите, пожалуйста, мобильное приложение на компьютере, никому вы передавать его не могли. Карты вы в доступ кому-то передавали? Друзьям, родственникам, близким? Нет, нет. Нет. Хорошо, подскажите, при вашем последнем входе в мобильное приложение нашего банка, по дебетовой карте, какой примерный остаток вы фиксировали до мошеннических действий? Данная сумма будет застрахована банком на безоплатной основе. На 5 тысяч. Около 100 тысяч рублей по дебетовой карте? 500, 500. Полмиллиона на дебетовой карте? По кредитной карте? По кредитной у меня на полтора миллиона одобрено. Я загашаю постоянно. Нет, я понимаю, но у вас лимит полмиллиона, правильно? Полтора. У вас по карте полмиллиона, а лимит полтора, правильно я вас услышал? Я вас плохо слышу, у вас в машине, честно говоря, очень сложно. Я в машине еду, но я же не могу, сейчас остановят, а штрафуют меня. Так, еще раз проверяем. Полмиллиона у вас именно активного баланса, правильно? Полтора миллиона кредитная карта, это лимит, правильно? Да, да, да. Хорошо, по дебетовой карте, именно по обычной, не кредитной, которая. Так там 500 тысяч, аж дебетовая. У вас полмиллиона по дебетовой и полмиллиона по кредитной, правильно? Нет, и полтора по кредитной, какой? Я же уже второй раз, третий раз. Я просто вас не понимаю. Подождите, давайте по кредитной карте проверим еще раз. Полмиллиона активного баланса, полтора миллиона лимит, правильно? Полтора миллиона лимит, но там активного нету, я потому что, ну, она у меня в нуле, я все загасил полностью. А, она у вас в нуле, вы сняли с нее и положили на дебетовую полмиллиона, правильно понимаю? Не, не так. Смотри, у нее, короче, лимит полтора миллиона. Да. Вот, но у меня задолженности по ней нету, вот так другими словами скажем. Ну, если надо, я могу снять, если надо будет. Сумму остатка, мне можете просто назвать, какая сумма была, активная остатка, которую вы можете снять? Полтора миллиона могу снять с карты, с кредитной. То есть, она у вас полная, правильно? Да, полная, да. Я же и говорю, у меня, ну, все у меня там, загашено, все. Я вас понял, по дебетовой полмиллиона, правильно? Да, да. Хорошо, я вижу, у вас эффективный вклад в нашем банке имеется, или это сберкнижка, что-то такое открывали? Да, просто пустой, ну, как называется, вклад. Ну, он пустой, я там периодически туда закидываю, прямо по надобности, там, для удобства перевода. Я вас понял. Зарплатный проект у вас нашим банком подписан? Нет. Нет. ВТБ. В ВТБ банке, правильно? Да, да. ВТБ банк. Каких еще обслуживаетесь только ВТБ? Да нет, много всяких разных. МКБ есть у меня еще. Московский кредитный банк. Давайте. Урал СИП есть. Альфа-банк. Алло. Да, 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 я все записываю. РНКБ, Московский кредитный банк, Урал СИП, Альфа-банк, ВТБ. Еще какие-то вспомнить не можете? Еще есть, сейчас скажу, какие. А, этот, Авангард-банк. Ну, просто у меня карты открыты, так лежат, я периодически закидываю. Ну, то есть у вас ВТБ, я скажу, основной, правильно? Да, много делать. И чтобы проценты не платить, я раскидываю на эти карты. И так будет выгоднее получается. Я вас понял. Подскажите, вы онлайн-доставками пользовались? Джум, Алиэкспресс, Авито, Озон, Валберис, возможно? Да, постоянно. Постоянно пользовались. Хорошо. Вы карту как подвязывали? Через сторонние источники оплаты, либо же напрямую к сайту? Напрямую к сайту. Напрямую к сайту. У вас ранее не возникало? К Азону, к Алиэкспрессу, у меня они привязаны до сих пор. К Яндексу, например, у меня карта привязана. Я вас понял. Хорошо. В таком случае, смотрите, я по нашему банку, я передам заявку вашему специалисту. Сейчас поступила заявка от сотрудников ВТБ банка. По поводу того, что с вами хотят связаться, так как я сделал рассылку по банкам-партнерам. Сейчас ожидайте на линии буквально 3-5 секунд. Я вас переведу по корпоративной линии на сотрудников ВТБ банка. Хорошо? Давайте, давайте, да. Алло. Алло. Алло, да, здравствуйте, слышно меня? Еще у вас гарнитура сломалась что-то, алло. Я вас слышу прекрасно, вы меня тоже должны слышать, потому что я вижу, что отображается звук. Да, звук отображается, но у вас что-то с микрофончиком произошло. Ну, слышно меня? Ну, слышно, сейчас, да, опять слышно. Хорошо. Сэр, сэрис, ВТБ банка, меня зовут Юрий Александрович. Передали заявку о том, что ваши данные были скомпрометированы. Все верно? Да, да. Хорошо, в таком случае напоминаю вам то, что необходимо выполнить действия регламента. Сейчас укажите, пожалуйста, вы когда последний раз были в отделение банка? Да давно уже не ходил, что мне туда, ну не надо ходить туда. Сейчас же все онлайн закрывается. Если какие-то вопросы есть, в чате, вот удобно в чате общаются. Я вас понял. Пожалуйста, поставьте меня на громкую связь и войдите в ваше мобильное приложение ВТБ онлайн. Так я же объяснял же товарищу-то. Я все захожу через это, монитор. Через что? Через монитор. Монитор. Это как? Ну как, монитор дома же есть? Вот я через него туда. У меня телефон старый, разбитый. И у меня там только какое-то там приложение есть одно, но не банковское. А остальные даже не грузятся. Старый, разбитый телефон. Понял. Укажите, пожалуйста, также информацию по дебетовой карте, баланс какой. Какой? Я же говорил же. Еще раз. Я же говорил только, что товарищу. Ну, скажите, пожалуйста, более точнее, чтобы я унес сумму под страхование. 500 тысяч на дебетовой карте. Хорошо, по кредитной карте? Полтора миллиона. Полтора миллиона по кредитной карте? Ну, у меня лимит полтора миллиона, да. Что это за лимит такой? Ну, обычный лимит. Потому что я могу снять полтора миллиона, если надо. Ну, не снять, там, воспользоваться полутора миллиона. А зачем вам такая кредитная карта большая? Вы неужели... Есть же потребительский кредит. Разве выгодно такую кредитную карту вам пользоваться? А я не плачу за этот... Я же не плачу... Если я не пользуюсь ей, я и не плачу за эти полтора миллиона. Это выгоднее, чем кредит. Очень небольшая сумма на карте. Когда мне деньги нужны в любой момент, я могу воспользоваться. И тогда только я буду платить за кредит. А это... Я не понимаю, это логично. Я не знаю. У меня вечный одобренный кредит. Не надо лишний раз идти в банк и спрашивать. Потому что я часто пользуюсь деньгами. Туда надо, сюда надо. Потом закрываю и обратно. Я вас понял. Хорошо. А личный кабинет у вас только дома, верно понимаю? Да, да, дома какого-то. Хорошо. А карта при вас? Карта при мне, да. Только в багажнике я еду сейчас, неудобно. Я вас понял. Возьмите, пожалуйста, карту вашу. Остановите транспортное средство для безопасности. Зачем нужно-то? Зачем она нужна-то? Для чего? Ну, я не могу удостовериться, инстинфицировать вас никак. Поэтому продублируйте нумерацию вашей карты. Любой карты. Да, слушай, я еду, мне неохота останавливаться. Ну, давай так сделай. Скажи там, что надо. Что, как сделаем? Ну, так сделаем. Говори, что надо, без карты. Давай решим, что надо. Не хожу, не лень. Выходите, я хочу жарить на улицу. У вас, кстати, сколько градусов сейчас? Звоните мне. Возьмите карту, продублируйте нумерацию карты. Так говорю, сколько градусов-то у вас? Алло. Градусов чего? Что, на улице сколько градусов? Какое это отношение имеет к работе? Ну, просто мне интересно. Потому что жарко, нет, не жарко. От жарко, нет, не жарко. Странный вопрос, уважаемый рекомен. Он является некорректным. Ну, ладно, давайте тогда другой вопрос. Почем сало? Кто? Сало почем? Сало? Что по сало? 100 гривен за килограмм. А, нормально. Что, может, пришлешь мне покушать? Тут не хватает немножко. Чего не хватает? Сала? Сала не хватает, да. Да вы его не едите даже. Что вы рассказываете? Нет, что я люблю. У меня сало, это, я вот. Пусть иногда сало мне присылают. С Украины присылали. Куда именно? Да, с Днепропетровской. Да, понятно. Алло. Да, да, говорю, понятно. Вот. Ну, сколько градусов-то? Давай, колись, говори. По Цельсиям или по Фаренгейту? О, ты что, в Америку уже уехал, что ли? По Цельсия, говори, сколько? Сколько? Не знаю, 30, наверное. Ну, у меня вот 26 я сейчас еду. Жарко, поэтому не хочу выходить с машины и карту доставать из багажника. В машине хорошо. Ну, это сразу было понятно, потому что на полтора миллиона такой кредитной карты в основном нет. Слушай, а вообще есть. Я тебе скажу честно, есть. На полтора миллиона рублей есть в случае того, если там отдельное случае. В основном она на 700 тысяч выдается максимальное. У меня лично была такая. И при этом я не был каким-то там сверхъестественным боссом. Ну, я просто... Я понял. ...работа. Ну, чисто время потянуть захотел, правильно? Я хотел, чтобы это самое, чтобы меньше кого обманули. Вы что-то звоните так. Зачем вы обманываете стариков всяких, бабушек, дедушек? Зачем вы обманываете? Я еще раз повторяю. Уже всем это повторил. Мы стариков не обманываем. Мы выполняем такие действия, у кого есть бабки. Понимаешь? Все. Так у стариков бывают бабки. Тоже есть бабки. Нет, мы стариков не обманываем, потому что можно выдыхать. А почему? Как это? Представляешь, старик, я уверен, что ты обманываешь старика. Как услышишь, что полмиллиона или 500 тысяч, да тебе не пофигу будет. Старик это или бабушка там. Или кто это. Ну, что сделаешь? Ну, вот что сделаешь. Я тебе скажу, Бог тебя покарает. Я уверен на 100%. Я же говорю, бабушек вы не обманываем, дедушек. Ты не слышишь меня? Я слышу тебя, что я знаю, что вы обманываете. Если 500 тысяч, у вас сразу зальются этими, знаешь, как американские доллары, как у Скруджа Макдака такая, знаешь, мультик был такой раньше, Скрудж Макдак. У вас так же, как увидели эти 500 тысяч рублей. Я купился мучно, да? Все, ладно, не задерживай мое время, давай. Да не надо задерживать, алло. Давай еще поболтаем, алло. Покушай сало. Так ты пришли мне, пришли мне. Все, давай. Ты что, ты звонишь? Все, свободен. Какой мальчик я говорю, алло. Какой мальчик. Какой мальчик я говорю, алло. Продолжение следует...